здравствуйте таков х гири форд вот завершаю процесс переделки радиатора значит по от 2 радиатора которые грубо говоря я испортил ну они подлежат ремонту конечно но их можно нужно заниматься этим путь запасные там или не знаю куда-то денем а вот радиатор мы купили у нашего одного ну по объявлению в на авито у нашего фермера из воронежской области 7 рядный радиатор бушный работал у него ну вот купили как говорится значит ну смотрю течи нигде нет вроде поставил все 7 рядный но это как бы повышенной эффективности тоже говорят что плохо промывается он плохо продувается но у нас сейчас есть вот такая угловая не на небольшая насадка на на этот на компрессор поэтому большим давлением думаем вот так вот про будет промываться тут у нас все-таки место есть с той стороны лучше видно то есть сможем мы его сюда подлезть и продуть его хотя бы может промывать и нет смысла на продукт точно значит сюда поставил я тот же диффузор который давали вместе продавался вместе с этим радиатором и вот продавался вместе с этим радиатором кричатка 11 лопастная вот такая у нее чуть-чуть были концы побиты видите вот поэтому дима вот буквально на днях заказал на озоне вот другую вот такую я так понял что через переходную вот такую пластину она идет комплекте с ним он подходит и к другим радиатором мтз другим помпам мтз в том числе и на двигателе d245 и 243 а так а сюда подходит на трех болтах без вот это переходной пластины буду ставить вот сюда вот так тут надо обращать внимание он узкий вот видите и поэтому семирядный радиатор он пошире и поэтому здесь может поместиться только вот такой узкий вентилятор вот поставлю и закончу этот вопрос ну как правильно говорили мне многие подписчики что вот эти уазовские резинки будут не крепкие они вот уже начали трескаться видите вот ну по край мере какое-то время послужит я думаю поэтому пока так все оставляю еще не придумал место для этого преобразователя нужно сделать и отдали форсунки в регулировку снял форсунки сейчас отдал в регулировку потом буду смотреть ну вот эти все трубки постоянно вечная проблема они всегда отрезкаются ответил это новые трубки их уже меняли мы 1 5 вот хочу поставить обрезине обжелезненные сюда ну а так в общем то принципе все вот я хотел показать сверху капот который я расширил я его разрезал вставил туда вставку приварил на полуавтоматом ну и все потом закрасил заделал вот так поэтому люк сейчас у меня большой такой ну буду заделывать еще ну а так вот какая переделка теперь интеркулер радиатор повышенного производительности надеюсь будет хорошо работать а еще скажу вот что сделали направили поток от радиатора с нижнего патрубка там кран стоит вот с крана сюда поставил такую трубку 25 миллиметров и вот сюда и вот так соединил с нагревателем при вот такой циркуляции получается ну самый лучший ток для снабжения нагревателя охлаждающей жидкостью чтобы лучше всего проходила циркуляция через двигатель можно еще здесь не ставить тройника сразу его подключить сюда вот но я поставил тройник ну так оно было у меня сделано что еще часть здесь уходит на обогрев салона ну на печку салона как бы кабины вот так ну а так вот такие дела ну принципе все до переделать пришлось не из-за моего расширения кабины и поднятия вот здесь кабину тоже пришлось поднять вот здесь я сделал вот такой вот крепежный видите такой уголок поставил то есть кабина теперь спереди тоже немножко приподнята из-за того чтобы вот эти патрубки не придавливались вот из-за этого пришлось переделать не крепеж для кабины вот и упоры резиновые вот я такие вот сделал выточил поставил сюда упоры вот так крепеж сюда перенес вперед довольно крепко держится хотя вообще вся система хлипкая тут она такая эти крышки работают как рама тоже ну и эти крышки надо снимать когда доставать фильтр такой геморрой еще у нас тут кун стоит вот мешает этот опора куна для вытаскивания фильтра ну такая фильтр переделать можно но тоже это большая переделка такая пока в это не залажу сегодня должны привести новую стрелу на наш вот этот на эту опорную конструкцию новую стрелу фирма металлфах т-229 у них там бык ну именно для трактора 1221 таким образом мы получим трактор со фронтальным погрузчиком и у нас есть еще один фронтальный погрузчик это тот которого он стоит желтенький выглядывает это который для основных работ а этот будет как фронтальным погрузчиком нас запасной ну и на работу в хозяйстве по некоторым работам он будет нужен поэтому чтобы не были мы без фронтального погрузчика случае каких-то поломок так что вот так ну вот хотел вам показать вот эти моменты кто будет переделывать радиатор и ставить кретчатки 11 лопастные ставить интеркулер от рама интеркулера я уже показывал вот на уголках я сделал ее вот сюда уголок и вот так вот и здесь упор стоит довольно крепко очень крепко то есть при любой тряске он ничего с ним не сделается так что вот так но по нагреву трубок от интеркулера но здесь силиконовая стоят я думаю они сильно не нагреются реально температура будет высокая только здесь фактически здесь уже воздух охлаждается здесь он выходит уже холодный должен идти холодный в впускной коллектор поэтому я думаю ничего страшного не будет но за этими трубками вот в этом в этой части надо просто понаблюдать как они будут но если нет то будет плохо вернее то я тогда сделаю уже сварю со временем из алюминия у нас есть их сварка сварю из алюминия или из стали не знаю как сварю просто такие трубки они будут может даже лучше их проложу чем вот эти резиновые они будут поэтому это уж потом переделы пока я думаю послушать все нормально ну все вот такое видео сегодня по новому радиатору ну как новому в кавычках новому радиатору и интеркулеру всего всем доброго до свидания